Добрый день, дорогие друзья! Директ Академия приветствует вас и поздравляет с прошедшими и наступающими праздниками. Как хорошо меня слышно, поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если все нормально. Да, спасибо. Спасибо, друзья. Директ Академия работает и между праздниками тоже, во все рабочие дни. У нас каждый день будет вебинар. И сегодня у нас вебинар нашей постоянной ведущей Натальи Логачевой из ее цикла, посвященного подготовке диссертации. Но прежде чем передать слово Наталье, я хотел бы, как всегда, вас проинформировать о мероприятиях Директ Академии. Ну, во-первых, в самом начале нашего чата, в основном, говорю для тех, кто впервые присутствует у нас, я разместил четыре ссылки, кратко расскажу о них. Первая ссылка ведет на наш главный сайт, на главную страницу нашего сайта. Это сайта, это страница расписания, где вы можете зарегистрироваться на все мероприятия до конца нашего учебного года, до июля месяца. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на Ютьюбе, и на нем появится через некоторое время запись и этого вебинара тоже. А вообще у нас там хранятся записи уже 470 вебинаров наших. Это огромная база знаний визуальная. Третья ссылка ведет на страницу курсов. У нас в предложении от Директ Академии находятся в настоящий момент 11 курсов. Один из курсов, курс Марина Орешко, в настоящий момент проходит, ведется. И второй курс намечается к открытию 21 числа. И это как раз курс Наталии. Я надеюсь, что Наталия сегодня вкратце о нем тоже немножко расскажет. Ну и, наконец, последняя ссылка. Это ссылка, по которой вы сможете приобрести сертификаты после окончания нашего сегодняшнего мероприятия. И разрешите я вам проанонсирую следующие три мероприятия, которые состоятся у нас в Директ Академии. Итак, завтра в 16 часов, напоминаю, Марина Орешко ведет в 16 часов свои вебинары, состоится вебинар Марина Орешко «Хороши все жанры, кроме скучного. Игры и вебинары в библиотеке». Завтра 7 мая. Качество учебного контента, технические вопросы или повод для новой войны. И еще один вебинар, посвященный вопросам качества онлайн обучения. Непростой вопрос, который каждый решает по-своему. Вот, и этому будет посвящен наш вебинар 13 числа. Еще я хотел бы отметить, что сейчас проводится у нас время заявок на конкурс тем вебинаров. Каждый из вас может предложить свою тему вебинаров и разместить ее в табличке, ссылку на которую я дам чуть попозже, после того, как вебинар начнется. Мы до середины мая собираем ваши предложения о проведении вебинаров. Во второй половине мая мы проведем голосование. И те темы вебинаров, которые победят в голосовании, наберут большее количество голосов, как и в прошлом году, победителям мы предоставим слово в Директ Академии. И они смогут в июне провести свои вебинары в рамках Директ Академии. А мы поможем с рассылкой, с распространением информации и так далее. Ну что ж, мое вводное слово закончено, и я передаю слово нашей сегодняшней ведущей Наталье Логачевой для проведения сегодняшнего мероприятия. Наталья, прошу на связь. Добрый день, уважаемые коллеги. Помогите мне теперь, пожалуйста, сориентироваться. Как видно, слышно, все ли в порядке, можно ли начинать. Отлично, благодарю. Благодарю, спасибо. Итак, сегодня у нас очередная встреча по поводу того, как же нам работать с диссертациями, со своими диссертациями. А поговорим мы сегодня о чужихах, эфиратах и диссертациях. Нет тут никакого противоречия. Сегодня будем с этим разбираться. И я предлагаю долго не задерживаться и начать. Я думаю, что знакомиться уже для постоянных участников нет необходимости, но кто сегодня только присоединился на слайде, я указала основные свои такие характеристики, которые позволяют мне вести эту тему. Что касается сегодняшней нашей встречи, то мне бы хотелось, чтобы мы с вами рассмотрели три значимых вопроса. Во-первых, зачем вообще читать чужие авторевержаты? Ведь я пишу свою диссертацию, почему вдруг я должна обращать внимание на чужие работы? Надо, не надо и зачем это делать? Второе, нам нужно с вами понять, если все-таки надо, да, ответив на первый вопрос, то где их искать и вообще как их отобрать наиболее удобным образом. Ну и третий вопрос, поговорим еще и прям непосредственно о текстах диссертации. Хорошо, автореферат я посмотрю, а надо ли текст чужой читать? Может быть, не стоит этого делать, да, потому что у меня должна быть своя новизна, и мало ли вдруг я там что-то такого увижу, что меня расстроит или еще что-то. Давайте будем двигаться по этим вопросам. Для начала я хотела бы вам задать вопрос, была ли у вас уже потребность, не знаю, может быть, вы писали статью или монографию, или вы пишете диссертацию, была ли у вас уже потребность искать авторефераты и делали ли вы это? То есть авторефераты или тексты диссертации? Да, 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 замечательно. Татьяна Ивановна нам подсказывает, что на сайте ВАК это нужно делать, не только там, я сегодня об этом расскажу, спасибо за этот ответ. Вижу, друзья, что вы уже это делали. Тем не менее, вы пришли на вебинар, видимо, вам важно понять, как повысить эффективность, да, вот вообще говоря, ответить на этот вопрос, зачем читать чужие авторефераты. И когда такой вопрос возникает, да, то ответ, казалось бы, очень простой. Ну как, зачем? Познакомиться с теми работами, которые выполнили до меня. И кажется, что ну и все, и она, в общем-то, ответила на этот вопрос. На самом деле, если мы только так ответим на этот вопрос, то это не все. И для того, чтобы ваша работа с найденными чужими авторефератами была для вас полезна, дала вам больше информации, надо еще более конкретно для себя определить, а зачем же я буду на это тратить время, сначала искать, потом читать и так далее. Ну вот давайте с этим будем разбираться. Итак, во-первых, бывает необходимость изучить работы конкретного исследователя. Здесь может быть несколько вариантов. Один из вариантов, когда вы знаете в своей тематике какого-то ученого, который является очень авторитетным, авторитетным в этой теме, и вам хотелось бы посмотреть его исследование. И в том числе не просто почитать его монографии, например, или статьи, но и посмотреть его диссертацию, если она как раз в рамках вашей исследовательской сферы. Иногда, опять же, мы в самый первый раз с вами, когда встречались, говорили о поиске научного руководителя, и, собственно говоря, иногда в процессе поиска научного руководителя полезно посмотреть, а чем занимается вот этот ученый, этот ученый, близко ли находятся его исследовательские интересы, насколько вам будет комфортно с ним работать, да, и так далее. Часто бывает полезно посмотреть работы официального оппонента. То есть, когда вы уже дошли до той ситуации, когда этот человек, точнее говоря, эти люди, да, потому что это два человека по кандидатской диссертации и три человека по докторской диссертации, вам, например, эти люди известны, и вы просто хотите для себя составить какое-то общее представление, о чем же они занимались, да, почему вот именно они выбраны, что там вообще можно у них посмотреть. Вы можете посмотреть их авторефераты. Еще такой момент по поводу членов диссертационного совета. Очень часто диссертационные советы склонны к такой уже сложившейся, можно сказать, традиции, когда аспирант, защищающийся в определенном диссертационном совете, указывает среди исследователей, которые занимались его темой, представителей данного диссертационного совета. Ну, с одной стороны, может быть, это такая сложившаяся традиция, а с другой стороны, ну, если вы защищаетесь в этом совете, вашу работу отбирали эксперты из этого совета, то есть в нем должны быть специалисты, которые реально занимались этой темой. Поэтому, да, почему не посмотреть их работы, почему их не указать, если они действительно стоящие. То есть на самом деле бывает такая задача, когда мы ищем не просто любой автореферат по нашей теме, да, а мы ищем автореферат достаточно конкретный. Здесь вы знаете фамилию ученого и там тематику его, да, и тут вот такая задача перед вами стоит. Реальная задача, абсолютно реальная. Полезно посмотреть их авторефераты? Полезно. Вторая задача вообще, что называется, для всех. То есть если первая, может быть, не для всех, да, то вторая абсолютно под любого аспиранта-декторанта подходит. Когда мы с вами проводим научные исследования, нам, безусловно, необходимо знать, но мы же не первые занялись исследованием этой темы, да, нам, безусловно, важно знать, кто что делал в рамках вот этой же примерно сферы до нас. И поэтому неплохо было бы провести мониторинг этих работ. То есть посмотреть аспекты исследований, посмотреть, кто этим занимался, насколько глубоко этим занимался, да, то есть это докторские работы или это кандидатские работы, да, и так далее. Как бы длина вот этого временная, да, этого интервала, ну, может быть, вами выбрана произвольно, но традиционно это 3-5 лет. Можно за 3-5 лет посмотреть эти авторефераты. Почему я в данном случае говорю конкретно об авторефератах? Потому что, во-первых, авторефераты проще найти, они более доступны в полном тексте. Кроме того, опять же, если мы говорим про некую оптимизацию, да, все время за то, что нужно делать качественно, но экономить свои ресурсы. А время – это тоже ресурсы, поэтому если мы говорим о том, что читать диссертацию или читать автореферат, конечно, сначала читать нужна автореферат. И поэтому вот мониторинг таких исследований очень неплохо было бы провести. Во-первых, вы бы более четко представляли разработанность темы, потому что, когда мы с вами смотрим статьи, ну, написал человек одну статью, ну, даже две статьи он написал, ну, и все, может быть, он закончил исследование или там переключился на другую тему. А все-таки, когда человек защищает диссертацию, это уже более серьезный уровень исследования, поэтому, конечно, на них надо бы сослаться в работе или, по крайней мере, для себя составить представление, что они были, и у них были такие исследовательские акценты, расставлены внутри темы. Еще один вариант ответа на этот вопрос, более такой, можно сказать, прикладной, да, для некоторых именно такой подход в основе поиска чужих авторефератов. Иногда бывает необходимость расширить список литературы. Я не сторонник того, чтобы искать авторефераты только для этой цели. Но если вам есть необходимость именно эту задачу решить, то почему нет? Автореферат или диссертация какого-то исследователя вполне может заслужить здесь эту службу. Но сразу хочу вам сказать, что если вы пополняете список литературы таким образом, то все-таки вы ознакомьтесь с теми материалами, которые вы включаете в список литературы. Ну, опять же, часто говорят, что я же не обязан на все ссылаться в работе, могу и не смотреть. Ну, в общем-то, это ваше дело, но я все-таки рекомендую глянуть, да, уж хуже-то не будет. Ну, и если мы уж берем для этой цели, то тогда мы оформляем это все по требованиям и размещаем список литературы для того, чтобы расширить его. Более прикладное, скажем так, я бы обозначила вот эту причину. Автореферат имеет смысл посмотреть для того, чтобы понять его структуру и того, как он оформляется. Как он оформляется в целом и как оформляются его отдельные разделы. Казалось бы, ну, что тут такого необычного по авторефератам? Все у нас конкретно, в отличие от диссертации, там, может быть, больше свободы, да. И, в общем-то, всем нам известно, что существует ГОСТ, в котором все прописано, все разделы указаны, авторефераты, в общем, никаких секретов здесь нет. Но что здесь важно? Важно то, что сам ГОСТ, да, он содержит вот эту основную, скажем так, информацию, которая позволит в общих чертах представить тот подход, который нам установлен для того, чтобы мы этот документ написали. Напоминаю, да, что автореферат – это у нас не просто какая-то брошюрка. Помните, мы с вами в прошлую нашу встречу говорили о проверке наших текстов на антиплагиат, и говорили, на плагиат, точнее говоря, и говорили о том, что автореферат, диссертация – это документ, который существует, параллельность диссертации, который не защищен авторским правом. Это так я напоминаю, а тем, кто не был, может быть, это будет информация новая. Так вот, казалось бы, ну уж все, ГОСТ нам разъяснил, берем ГОСТ и пишем, как положено. Но, опять же, не все так просто, как вообще не все так просто в теме подготовки диссертации и ее защиты, как это может показаться на первый взгляд. Здесь начинаются тонкости, и вот эти тонкости как раз и можно посмотреть в авторефератах. Если мы говорим об утвержденной структуре, то она представлена на слайде. В автореферате есть обложка автореферата, есть текст, собственно говоря, самого автореферата, который делится на три раздела – общая характеристика работы, основное содержание и заключение. И самый последний раздел – это список работ, которые опубликовал автор по теме своей диссертации. И здесь вроде бы, ну все же ясно. Нет, не все. Когда мы открываем с вами автореферат какой-либо работы, то мы с вами обнаруживаем вот какую вещь. Во-первых, различия существуют по специальностям. То есть в зависимости от того, какую специальность вы для себя избрали для защиты, обязательно нужно посмотреть свою специфику, и для этого нужно взглянуть на авторефераты по вашей специальности. Если мы говорим о том, что вы уже определились с диссертационным советом, и вы ориентированы на него, то и внутри вот этого многообразия существующих диссертационных советов тоже есть определенная специфика по подходам при оформлении автореферата. Давайте буквально одну секундочку еще я вас попрошу, а напишите, пожалуйста, по каким специальностям вы готовите диссертацию. Просто шифр можно написать или просто название сферы научной. Потому что я некоторые примеры привела, но для того, чтобы я потом озвучивала, имела в виду, какие темы нам больше интересны. Культурология, археология. Еще история международных отношений, внешней политики. Педагогика. Друзья, смелее, пишите, пожалуйста. Геоэкология. Ой, как интересно. История, философия. Экономика. Педагогика. Органическая химия. Управление в технических системах. Ну вот смотрите, какое даже вот не все смелые, да, не все написали, но тем не менее мы видим, какая у нас, прям какой у нас спектр, какое разнообразие по тем специальностям, которые, по которым готовятся диссертации. И, соответственно, вот сразу хочу вас, как бы, уберечь от ошибки, когда мы просто какой-то либо автореферат посмотрели и сделали по нему определенный выбор. Нет. Пожалуйста, друзья, смотрим только... Философия, религию, студенция, студенция, отлично. Смотрим только по своей специальности. И если еще и вы знаете диссертационный совет, то совсем замечательно, если вы посмотрите по конкретному диссертационному совету. Потому что вот эта специфика есть, и я вам сейчас ее просто в нескольких слайдах сразу же покажу. Значит, во-первых, мы сказали, что внутри автореферата есть разделы. Эти разделы наполняются... Мы же пишем эту работу, она должна сущностно быть наполнена, да, то есть мы должны понимать, какой там будет внутри каждого раздела текст. Я сейчас подробно, естественно, не буду рассказывать, какие разделы есть в автореферате и так далее. Те, кому это важно и интересно, есть по этому поводу вопросы, можете присоединиться к нашему курсу. Там разговор про автореферат – это отдельная совершенно тема. И есть, например, один из разделов, который называется «Степень научной разработанности проблемы». И я специально взяла авторефераты из разных специальностей, из разных диссертационных советов, чтобы вам наглядно показать, насколько они отличаются друг от друга. Вот в качестве примера, замечательно, что у нас есть люди, которые пишут по педагогике. В качестве примера я взяла одну из специальностей – это 13.0001 «Общая педагогика». И вот, пожалуйста, как в этой сфере пишется этот раздел. Он пишется с указанием большого количества исследователей. Это я только фрагменты, естественно, взяла, которые работали над этой темой. То есть в данном разделе, в данной специальности нужно показать ваше знание тех исследователей, их подходов, особенностей, которые они продемонстрировали до того, как вы взялись за свое исследование. В этом состоит суть этого раздела для специальностей. Это, кстати, не только по педагогике. По экономике этот раздел пишется так же, по юриспруденции этот раздел пишется так же, то есть с большим количеством фамилий исследователей. Кстати, опять оговорюсь, не помню, мы говорили об этом с вами ранее или нет. Если вы указали исследователя здесь, значит, хотя бы одна работа этого исследователя у вас должна быть в списке литературы. Почему? Ну, раз вы утверждаете, что он такой значимый, такой молодец, такие замечательные исследования провел, то будет удивительно, если его не окажется в вашем списке литературы. Согласитесь, да? То есть как бы вы сами себе несколько будете поставить эти утверждения в противоречие. Другой пример. Техническая специальность 05.13.01. Системный анализ, управление, обработка информацией. То есть это уже специальность вообще связанная с другой совершенно областью исследований. И здесь, если бы я привела другие фрагменты автореферата, то там были бы графики, рисунки, цифры, модели и так далее. Но здесь это сразу хочу сказать, что это не сначала этот фрагмент этого раздела, но весь абсолютно этот раздел, степень научной разработки проблемы, посвящен в рамках такой специальности формулировке положения о том, что известно, то есть что уже в этой теме, в этой проблематике, в этой исследовательской сфере уже сделали, достигли, придумали. А вторая часть этого раздела, а что можно еще совершенствовать. И тут ни одной фамилии нет вообще. Причем я посмотрела несколько работ по техническим специальностям. В некоторых есть указаны фамилии, но подход именно вот такой. То есть больше материала относительно того, а что уже технически сделано в теме, а не просто кто ее в принципе исследовал. То есть вот акцент вроде бы раздел один и тот же, вроде бы название его одно и то же. И когда мы с вами автореферат возьмем, раздел есть, и здесь раздел есть. Но он по сути наполнен совершенно разной информацией, естественно, как специфику мы это должны учитывать. Я вижу, что у нас во вкладке вопрос появился. Вопрос, друзья, я сейчас вот этот вот раздел закончу и обязательно туда посмотрю. Если они у вас возникают, вы, пожалуйста, их туда в эту вкладочку или здесь можете сразу же писать. Я отвечу буквально через некоторое время. Следующий раздел, который тоже очень важный. Основное содержание работы, он вот прям нумеруется римской цифрой и затем идет его содержание. Так вот, подходы к формулировке этого раздела есть совершенно разные. Два наиболее таких устоявшихся, скажем так, подхода. Первый подход, это когда идет формулировка этого раздела по положениям новизны. То есть, в принципе, да, не открою страшные тайны, вы на защите защищаете не диссертацию, как бы это ни странно звучало, а те положения новизны, то есть новизну вы защищаете, да, вы ее представляете, доказываете, что это новизна и так далее. И поэтому в автореферате, то есть в том документе, который будет доступен, будет доступен большему количеству людей, прочитает его большее количество людей, конечно, хочется подать так свою работу, чтобы это было ярко. И поэтому, естественно, вот такой подход, он обоснован через положение научной новизны, которые есть в работе. Другой подход тоже в большом количестве авторефератов встречается, когда основное содержание излагается по структуре работы. То есть, автор данного автореферата как бы повествует, рассказывает о том, что он делал внутри каждого раздела диссертации. В главе такой-то то-то, в главе такой-то то-то и так далее и тому подобное. Вот эта работа, предыдущий слайд это был по экономике, вот этот слайд это по, по-моему, так, это, наверное, социология, вот здесь вот слайд, то есть я вам привожу примеры разных специальностей. Но такой подход, например, в юриспруденции тоже используется. В некоторых диссертационных советах вот такой подход считается более конкретным, потому что пошагово рассматривается вообще все-все-все, якобы как положение новизны, и вы же их уже раньше во введении, как бы, да, в первой части указали, и поэтому здесь по структуре диссертации такой некий экскурс внутри автореферата. Опять же, тут, понимаете, нет необходимости задумываться о том, а как лучше, вот этот вариант лучше или вот этот вариант лучше, да. Здесь ваш автореферат должен понравиться не вам, он должен удовлетворить требования с одной стороны, а с другой стороны он должен понравиться тому экспертному сообществу, которое будет рассматривать вашу диссертацию. Поэтому нравится, не нравится, если в данном диссертационном совете принято по положениям новизны, значит, вы делаете по положениям. Если специфика вашей, там, вашей специальности такова, что нужно строго по пунктам, да, работы, то есть по главам, значит, делаем по главам, и себя сильно не напрягаем вопросами, хорошо это или нехорошо. Еще один очень важный раздел. Основные выводы, которые есть по диссертационной работе, они также представляются в автореферате, и этот раздел тоже может писаться по-разному. И это вот, просто я уже очень много видела авторефератов, потому что я большое количество людей консультирую по разным вопросам, и поэтому сталкиваюсь с этими особенностями, их явственно сразу же наблюдаю, да. А некоторым, кто вот узко рассматривает только в своей специфике, может показаться, что это у всех так. Нет, друзья, такого понятия вот у всех так, даже несмотря на то, что мы на ГОСТ на один и тот же ориентируемся, да, здесь я бы не сказала, что он такое существует. Ну, а здесь вот к этому разделу два подхода тоже. Первый подход состоит в том, что все результаты и выводы, которые получены по работе, они разделяются по областям, в рамках которых они получены, то есть в теоретической части, в области методологии, в области методики, да, например. И вот эти выводы и рекомендации прямо делятся вот по таким блокам. В других работах перечисления идут просто обычным списком 1, 2, 3. Но вот этот вот раздел практически всегда пишется именно списками, то есть 1, 2, 3, а не просто текст. Опять же, если вы посмотрели бы просто ГОСТ, то там этого не написано. Это вы увидите только, если вы откроете автореферат, и вот эта особенность, она станет для вас очевидной. Что касается, кстати говоря, выделения вот этих вот блоков, как на первом фрагменте, то это целесообразно очень рекомендовано, если вы готовите докторскую диссертацию. Почему? Потому что желательно в каждой из этих сфер, да, и с точки зрения теории, методологии, там, да, какие-то методические вещи предложить. То есть, чтобы было понятно, что вы охватили все вот эти сферы своим исследованием, и везде у вас есть какие-то результаты. Поэтому это очень выигрышно смотрится, когда автор использует вот этот первый подход. Если же работа кандидатская, и если ваша специальность допускает, что работа не очень крупная по самому объему, сейчас мы до этого тоже дойдем, да, то понятно, что вот выделять такие разделы может быть просто сложно. Для того, чтобы их наполнить, каждый раздел каким-то достаточным содержимым, может быть, это не стоит сделать, а может быть, просто имеет смысл перечислить все результаты в едином списке. Опять же, смотрим на специфику, смотрим на особенности требований конкретного диссертационного совета. И тот, и другой вариант возможен, и тот, и другой вариант на практике существует. Ну, это вот что касалось структуры, да, и, естественно, нам очень важно посмотреть. Этот вопрос, кстати, часто встает уже после того, как, да, а вот если вы проводите мониторинг авторефератов, то обратите внимание на этот раздел. То есть, когда мы смотрим на чужие авторефераты по нашей специальности, а еще и лучше по диссертационному совету, который для нас, ну, мы его рассматриваем как совет для защиты, по крайней мере, да, очень важно иметь ориентир по количеству опубликованных работ. Опять же, да, казалось бы, ну, у нас ведь с вами есть положение, а положение присуждения ученых степеней, и там все четко написано. Ну, во-первых, друзья, там написано четко, но положение очень скоро может измениться, и поэтому даже официальные требования меняются, поэтому неплохо было бы смотреть, следить за этим, да, если у вас нет такой возможности, присоединяйтесь к группе, я постоянно там выкладываю эту информацию, я этот материал, конечно, отслеживаю. Но самое главное, что когда мы готовим диссертацию конкретную, например, кандидатскую или докторскую, у нас возникает вопрос по официальному ограничению, да, допустим, берем докторскую диссертацию, там необходимо 15 там ваковских публикаций, ну, я в качестве примера один из вариантов, понятно, что там в зависимости от специальности разные ограничения, беру просто для примера 15. Возникает вопрос, то есть если у меня 15 ваковских публикаций, я пишу докторскую, это достаточно? На этот вопрос я могу найти ответ разными способами. Во-первых, спросить у своего научного руководителя. Во-вторых, я могу посмотреть авторефераты в конкретном диссертационном совете, мне сразу станет все понятно. В-третьих, я могу поспрашивать у своих коллег, да, но уж если вы смотрите авторефераты, то неплохо было бы этот вопрос для себя тоже, не просто потому, что вам кто-то сказал, а вы реально видите, что эти работы с таким объемом опубликованных материалов проходят через этот совет, и там этим людям присуждены ученые степени, и все в порядке. Поэтому вот, пожалуйста, вам ориентир, это фрагмент автореферата докторской диссертации, и вот вам ответ. Несмотря на то, что требуется официально, ВАК требует 15 публикаций, да, у человека их 17, то есть обязательно нужно иметь какой-то запас небольшой, да, то есть не вровень с этим требованием, но еще и есть публикации, которые не относятся к категории ВАКовских, и их достаточно много. Поэтому мы сразу же, опять же, на курсе, я чуть позже расскажу о курсе, мы рассматриваем очень важный вопрос планирования времени, как распределить время, представляете, если только 40 публикаций надо иметь, да, причем я помню эту работу, вот у этого автора еще и 2 или 3 даже монографии, то есть получается, что объем публикаций огромный, и чтобы понять, с чего начать, что потом подключать и так далее, понятно, что нужно очень четко понимать и путь от и до, и сроки, в которые нужно укладываться, и вот такие количественные ограничения, да, а сколько конкретно нужно, не вот минимум, а вот на практике. Опять же, если мы говорим о кандидатских диссертациях, то опять в разных советах и по разным специалистам, разные требования. Например, у меня на программе был участник, который защищается по медицине, и у них допускается вот ровно, сколько просит ВАГ, столько и публикаций. Да, мы сделали на одну больше, на всякий случай с запасом, и количество других публикаций, достаточно 1-2, то есть совсем небольшой объем, но зато вот эти 1-2, это публикации очень серьезного уровня, типа там в Скопусовском, например, издании каком-то, да, или там в Web of Science. То есть вы это тоже можете посмотреть. Почему? Потому что в автореферате диссертации следующим блоком, вот там, где последний раздел, я говорила, да, публикации автора, там эти публикации будут все перечислены, и вы увидите, а какие это публикации, которые не входят, не имеют статус ВАГовских, какие это публикации. И на этот вопрос вы тоже в автореферате найдете ответ. Потому что, например, когда мы говорим о монографии, вот для докторанта нужна монография или нет? По требованию ВАГ нет, не нужна, такого требования нет. Приходим в диссертационный совет без монографии, нам говорят, ой, как так? Так вы же докторскую пишете, нужна монография. А в некоторых советах говорят, ой, нет, так нужна еще и не одна монография. И мы что делаем? Мы возвращаемся в освоясье, начинаем писать монографию. Я, конечно, сейчас утрирую, потому что все-таки мониторинг авторефератов надо сделать не тогда, когда вы уже все написали. Но, тем не менее, такие ситуации бывают, когда приходит осознание, что объем опубликованных работ явно недостаточен для того, чтобы приняли работу в диссертационный совет. То есть, вот таким вот образом мы по авторефератам целый спектр, как минимум пять ответов на вопрос, зачем читать автореферат, мы сейчас нашли. И если вы все это посмотрите, у вас ясность с точки зрения проведенных исследований, с точки зрения того, как оформлять этот реферат, как его наполнять, она очень сильно повысится. Хорошо, давайте прежде чем рассматривать, где искать, я перейду в вопросы. А, здесь не вопрос, тут вопросов нет, да? Тут просто кто-то случайно написал. В некоторых экспертных советах смотрят на наличие монографии. Да, Татьяна Ивановна, безусловно, это и не только в экспертных советах, это когда вы приносите работу в диссертационный совет, вам сразу могут сказать, что им нужна монография. В московских диссертационных советах, у меня вот коллеги защищались, да, привозят работу, им говорят, а нам не интересна монография, которая издана у вас на Урале, нам нужна монография, которая издана в московском издательстве. Понимаете, даже до такой степени. Поэтому, ой, Светлана Николаевна, спрашивает группа ВК. Группа у меня есть и в ВК, и в Фейсбуке, там на одном из последних сайтов будет информация, или можно написать мне, я вам адрес дам. Итак, где искать авторефераты? Казахстан, ответ очень простой. Искать на сайте ВАГ, но на самом деле вариантов, опять, он не один. Выбираем мы не потому, что там Танель Модеста так сказала, да, а выбираем мы по своей задаче. То есть, зачем вы вот автореферат хотите найти, исходя из этого мы выбираем, где мы ищем, и выбираем, исходя из того, о какой информации об этой работе мы обладаем. Потому что разные способы, какие-то позволяют что-то сделать, какие-то не позволяют что-то делать. Итак, первый вариант – это поисковый запрос. Ну, это вообще самый простой вариант, как большинство людей ищут. Просто в любой поисковой системе, Google, Яндекс, неважно где, вы просто набиваете фамилию, автор и название темы, например, и вам этот автореферат находится. Но здесь есть особенности, сейчас про каждый из этих способов мы с вами поговорим чуть подробнее. То есть, получается, поисковый запрос в любой системе, сайт вуза или научной организации, ВАКовский сайт и сайт Российской государственной библиотеки. Давайте чуть подробнее. Ну, я так, чтобы никого не обижать, иногда люди говорят, почему вы вот этого взяли? Или, да, я просто себя взяла для того, чтобы поискать. Просто набиваем. Знаем автора, набиваем автореферат, и нам сразу же выдается несколько вариантов. Причем авторефераты чаще всего вам найдутся полнотекстовые, то есть вам не надо ничем заморачиваться, вы сразу же посмотреть, например, да, и у вас скачается полностью или откроется перед вами файл, и вы познакомились с авторефератом. Но здесь в чем особенность? Это только в том случае, если я знаю, что конкретно я ищу. Меня интересует конкретная тема, я, например, знаю ее название, или меня интересует конкретный автор. Помните, это первый ответ был на вопрос, когда вы про конкретного человека хотите узнать. Вот это очень простой вариант, без всяких заморочек можно сделать. Но не всегда так. Чаще всего мы ищем не одного автора, нам, например, надо посмотреть особенности, там, вот то, о чем мы говорили, да, как этот автореферат подготовить для конкретного диссертационного совета, что нужно мне учесть. Тогда я ищу иначе. Либо, если я знаю шифр конкретного диссертационного совета, а я его знаю, если я уже определила совет, у любого совета есть номер, да, и, соответственно, я вот этот шифр совета беру, вставляю в тот же самый поисковик любой, и вам сразу же определится сайт организации. Предположим, я захожу на сайт, или я знаю, при каком вузе или при какой научной организации существует этот диссертационный совет. Тогда я просто захожу на сайт вуза, и фактически сейчас на всех сайтах есть раздел, который называется «Наука» или «Аспирантом», или прямо так и называются «Диссертационный совет». То есть его очень легко найти сразу в центральной, с главной страницы сайта. Вы туда заходите, и всю информацию, которая вам нужна по тому или иному диссертационному совету, и, соответственно, по тем работам, которые там защищаются, вы там легко находитесь. Еще один путь – это сайт ВАК. Сразу хочу сказать, что некоторое время назад, именно с 1 апреля, сайт ВАК поменял свой адрес, и теперь, если вы зайдете по старому адресу на страничку, вы увидите вот такое объявление, как представлено на слайде, и вот там будет новый адрес. Причем очень удивительно, я не знаю, что только с моего компьютера, эта ссылка неактивна, то есть перейти на нее вот так вот просто нажав, невозможно. Не очень продуманный вариант, но ничего страшного, мы с вами, пользователи, продвинутые, копируем этот сайт и заходим по этой ссылке на новый сайт. Там тоже все. Да, я вообще… А вот у меня она неактивна, Татьяна Ивановна. Я не знаю, у меня еще и там один раздел не работает на этом сайте, у меня не открывается просто. Поэтому посмотрим, как это… Может, это просто техническая какая-то временная особенность, а может быть нет. Сейчас сайт ВАК выглядит вот таким образом. То есть, когда вы на него попадаете, видите такие разделы, они как бы отвлекают очень внимание от того, от той горизонтальной строки меню, которая сверху размещена. Так вот нам-то как раз нужно вот на нее внимание обратить, вот на эту строчку. И здесь есть объявление о защитах раздела. Вот вы в этот раздел зайдете, и там всю информацию, которая вам необходима, по авторефератам вы можете там найти. То есть, это такой же раздел, как на старом сайте, он просто сейчас вот вид поменял этот сайт, и некоторые просто тут теряются. Действительно, он какой-то непривычный, что ли, не знаю, как его охарактеризовать, не очень удобно там ориентироваться. Еще один вариант – это сайт российской государственной библиотеки. Здесь вообще тоже все просто, очень хорошие сервисы они предоставляют, все удобно сделано. Заходите, просто можно вбить российская государственная библиотека, если вы не знаете адреса библиотеки, прям первая ссылка будет на нее. И когда вы попадете на главную страницу, вот на эту картиночку вы не ориентируетесь, это у них там слайдер стоит, картинки меняются, да, вам нужно ориентироваться вот под названием библиотеки, тоже горизонтальная строка, и там есть раздел «Читателем». В этом разделе «Читателем» есть раздел «Каталоги», и в каталогах «Ищите авторефераты». Тут все тоже очень удобно устроено, поэтому четыре варианта того, где можно найти авторефераты, они вот такие. На всех из перечисленных ресурсах, о которых я сейчас сказала, авторефераты будут полнотекстовые, они выложены полностью в открытом доступе, никакого ограничения здесь не будет. Единственное, в российской государственной библиотеке в последнее время, видимо, они стремятся к тому, чтобы к ним хотя бы в электронном виде зарегистрировались пользователи, и поэтому вас могут попросить у регистрации на определенном шаге, когда вы хотите просмотреть автореферат, вас могут попросить войти или зарегистрироваться. Ну, там проблемы никакой нет, это чисто формальное мероприятие, сделайте без проблем, будете пользоваться удобным сервисом. Это что касается авторефератов. Друзья, если есть по этому поводу вопросы, задайте их, пожалуйста, потому что я сейчас буду переходить к диссертациям. Если все понятно, поставьте плюсики, чтобы я поняла, что мы движемся дальше. Так, а тут вопрос. Татьяна Ивановна, монография должна быть рецензируемая или издана в компетентном издательстве. Татьяна Ивановна, здесь все зависит от диссертационного совета. То, что монография рецензируемая, это вообще не обсуждается. Рецензия на монографию должна быть в любом случае. В любом случае. Где бы она ни издавалась, в типографии, в издательстве вы ее будете издавать, рецензия должна быть. А вот уровень издательства, это исключительно, ну что называется, нравится, не нравится с точки зрения диссертационного совета. Никаких официальных регламентов по этому поводу нет. Более того, таких регламентов нет даже у самих диссертационных советов. То есть где-то вот прям напечатано, это вы нигде не поймете. Поэтому я и говорю, что обзор авторефератов, вот этот мониторинг авторефератов, он на самом деле может дать очень серьезные плюсы, если к этому процессу подойти осознанно и с пониманием, зачем я это делаю. Наука и восточная литература вне конкуренции. Ну, возможно, понимаете, я думаю, что все-таки мы так однозначно сказать не можем. То есть здесь речь идет о, опять же, специфике. Если это, например, юридическая монография, то она должна быть в каком-то другом издательстве явно издана. Точно так же там экономическая, может быть, в каком-то другом. То есть все равно есть вот какая-то, не знаю, уже какой-то бренд, вот под такой специальности мы на них ориентируемся. Вот с авторефератами разобрались, что да, действительно, читать их стоит, искать их стоит на это время, потратить совершенно не бессмысленно, да, надо это сделать. Возникает вопрос, ну раз я почитала автореферат, зачем мне диссертация, надо ли ее читать, и вообще как вот там потом после чтения не потеряться, собственно говоря, с этой новизной. На самом деле, когда этот вопрос возникает, у нас формируются такие страхи. Мы в прошлый раз говорили с вами о страхах, которые в принципе есть у аспиранта. Но на каждом пути возникают какие-то свои мини-страхи, которые тоже нужно преодолевать. Почему некоторые люди не читают чужие диссертации? Они вот что-то подобное из предложенного на слайде говорят, да, то есть а вдруг я вот прочитаю диссертацию и пойму, что они уже вообще все исследовали, и то, что я хотела рассказать, уже рассказаны. Кто-то, например, увидит свою новизну, ну не в смысле прям сформулированную, да, но вот я думал, что я вот это сделаю, да, а тут уже вот, уже оно есть. Или, например, вы там диссертацию открыли, смотрите, основная литература, которая там фундаментальная литература по вашей теме, она пересекается. Если вы думаете, о, батюшки, так у него точно такие же источники. На самом деле все эти страхи, они очень условны. Почему? Потому что, ну и здорово, что вы это увидите, понимаете? То есть в каждой теме есть такая специфика, такие аспекты, которые вы сможете найти, которые отделят вашу работу от тех работ, которые были защищены. Поэтому пугаться ничего не надо. Диссертация имеет смысл читать. Зачем, почему и как это сделать, давайте сейчас разберемся. Значит, во-первых, имеет смысл читать диссертацию, если вы изучаете какую-то узкую тему, новую тему, у вас какая-то есть очень такая специфика, например, в теме, да, и вы хотите посмотреть детально какого-то автора. И вот автореферат вас не устроил. Ну, почему не устроил? Потому что там все очень кратко, да, автореферат – это яркий сокращенный вариант какой-то вот диссертации. Хотя на самом деле это не совсем так, это не совсем правильное понимание, но тем не менее, пока я вот так его назову, да. Но вам, например, важно, а как он к этому результату пришел, а какие он методы или методики использовал, а что он и так далее. У вас, например, есть вопросы, вы хотите в них углубиться. Здесь только диссертация, безусловно, и ничего другого вам не поможет. Поэтому нужно найти диссертацию, именно полнотекстовую, да, и ее посмотреть. Почему я на слайде написала только после чтения автореферата? Потому что у нас тоже на программе у меня, там, где мы уже работаем индивидуально с участниками, есть участница, которая искала определенный подход, тоже очень такая классная, редкая тема, и хотелось понять, вот как это реализовано, может быть, у других было, да. Нашла тематику, вот просто тема там, что называется, близкая. В открытом варианте есть оглавление диссертации, и возникло ощущение, что вот оно, то, что мне надо, оно вот здесь есть. После того, как диссертация была найдена и прочитана, выяснилось, что там, ну, это близко не о том, что хотелось бы. Поэтому сначала читаем автореферат, экономим свое время. Мы как бы из автореферата понимаем кратко о том, что человек вообще исследовал. Стоит ли тратить время на изучение диссертации. Если вы увидели, что в автореферате все здорово, тогда уже читаем, потому что диссертацию найти несколько сложнее, тогда тратим на это время и уже изучаем диссертацию. Второй момент, зачем диссертацию-то смотреть, собственно говоря. То же самое, друзья, несмотря на то, что ГОСТ никто не отменял, несмотря на то, что, казалось бы, ну, все прописано, все требования ясны и очевидны, о чем там, Наталья Модестна, вы можете нам рассказать. Так вот, дело все в том, что, опять же, в зависимости от специальности, в зависимости от диссертационного совета, но здесь даже не от диссертационного совета, а именно от специальностей, есть разные требования к структуре диссертации. Вот по некоторым специальностям, если вы откроете и посмотрите, там будут все кандидатские диссертации состоять из двух глаз. Вот открываете любую, и там будут две главы. Казалось бы, ну как так, две главы, если даже у нас студенты, которые выпускаются из институтов, из университетов, где мы работаем, сдают там выпускную работу, и мы там их ориентируем на три главы, а вот в диссертации две главы, как-то. Вот так вот, вот такая специфика. Так, у некоторых специальностей есть конкретное название конкретных глав, и вы не будете менять это название. Вы будете делать ровно так, как это название названо, обозначено и существует. Ну вот два примера. Первый пример. Стандартный подход, когда у нас есть главы, внутри них есть параграфы, определенная сбалансированность по объему и так далее. То есть никаких тут ни жирных, ни больших, даже оформления. По ГОСТу вот такое оформление. Теперь смотрим другую работу. Работа по медицине. Специально взяла такой вариант, когда отличается. Хотя на самом деле специальностей, по которым есть вот такие прям явные отличия, их очень много. Здесь посмотрите, какое оформление. Во-первых, она оформлена, иначе эта работа, оглавление в частности в этой работе оформлено иначе. И все медицинские, ну тотальное большинство, скажем так, конечно, я все диссертации не пересматривала, но пересматривала уже достаточное количество, потому что не один человек, а несколько человек у нас было, которые занимались медицинскими исследованиями. И посмотрите, первая глава – это состояние вопроса, той темы, которая исследуется, второе – материалы, методы исследования. И никаких других вариантов быть не может. То есть к вопросу некоторые думают, как мне назвать главу, тут ничего думать не надо, вы берете и сразу же понимаете, что ага, вот у меня будет так, и по-другому мне нельзя. И вот эту специфику, если вы открыли даже автореферат, вы ее не увидите в автореферате. Вам нужна диссертация для того, чтобы эту специфику конкретной специальности увидеть. Еще один очень важный момент – это ориентир по объему диссертации. Тоже и по диссертационным советам, и по специальности есть специфика. И те ориентиры, которые представлены на слайде, они усредненные, то есть это некий такой вариант, который считается приемлемым, который считается общепринятым. Но опять же, если вы посмотрите, по гуманитарным специальностям работы обычно больше, по техническим, медицинским специальностям работы обычно короче. Есть вообще диссертации, например, по архитектуре диссертации, они состоят из двух томов. Первый том – это будет теория, второй том – это будут всевозможные графические материалы, которые необходимы по работе. В ГОСТе этого не написано. Нет ни объема, ни вот этой специфики. Если вы работаете и готовите, например, ту же самую, это кандидатская из двух томов. Если вы, например, готовите по той же архитектуре или по дизайну, например, курсовой, господи, все собрала кандидатскую диссертацию, то если вы не посмотрите, вы это узнаете либо только от научного руководителя, либо когда начнете оформлять текст. Или когда вы уже сделаете работу, а потом выяснится, что надо немножко по-другому, и придется переделывать. Это уже не очень хорошо, когда вы одно и то же делаете несколько раз. Поэтому здесь вот этим вопросом тоже имеет смысл задачиться. Да, безусловно, вот это как раз и есть специфика, Татьяна Валовна. То есть вот, пожалуйста, может быть, три тома. А в некоторых кандидатских диссертациях это будет одна работа на 110 страниц, например, один том, и все, этого достаточно. И вам еще скажут, ой, ты размахнулась. То есть вот, и мы это с вами должны понимать, и никакой ГОСТ эти моменты он не фиксирует. Да, по математике, например, скажут, что размахнулась, если такая будет диссертация. Четвертый повод. Если мы хотим понять особенности, вот мы хотим сформулировать новизну. Мы понимаем, какая у нас новизна, но нам ее нужно именно сформулировать, то есть облечь в текст. И когда мы начинаем формулировку, опять же, на курсе я рассказываю, какие есть подходы к этому и так далее. Но иногда вам необходимо это сделать самостоятельно, и поэтому вы начинаете формулировать. Как это, к чем себе можно помочь? Можно посмотреть особенности формулировок научной новизны, опять же, в рамках вашей специальности. Вот технари так формулируют, медики по-другому, архитекторы по-третьему, экономисты по-четвертому, юристы по-пятому. Вообще разные формулировки. Поэтому вот эту специфику вы можете увидеть в диссертации. Опять, почему в диссертации это удобнее сделать, чем в автореферате, хотя вроде в автореферате-то есть эта формулировка. Понять, а как к этой формулировке автор пришел, то есть какие пошагово он предпринимал, что он там пошагово делал для того, чтобы до этой формулировки дойти, то есть чтобы вам вот это представление для себя иметь. Ну и, естественно, по сущностному наполнению. Что конкретно? Экономисты в некоторых диссертационных советах говорят, если у вас нет методики оценки там чего-то, что вы изучаете, социальная инфраструктура, инвестиции, не знаю, уровень развития региона, если у вас нет такой методики, что это за кандидатская, это не кандидатская. Или, например, если у вас там нет статистики дикого объема, что это за кандидатская, если вы рассматриваете, допустим, какой-то один регион или одно предприятие. Вот это абсолютная специфика диссертационного совета, это поэтому нужно посмотреть, что они хотят, что они предпочитают. И когда вы посмотрите, вам сразу станет это понятно, что работы будут, даже привезенная работа в этот совет откуда-то, не как бы не силами этого же вуза, например, или научной организации сделанная, а привезенная из них, она все равно будет вот вписана вот под эти требования. И здесь вот вы сразу это увидите. Что касается вот где искать, да, опять же, а, вот этот еще слайд. Значит, чтобы не потерять новизну, это чаще всего вот люди говорят вот про это, вот этот страх, он наиболее такой серьезный. Если уж вы боитесь, во-первых, не читайте диссертации до того, как вы не сформировали свое какое-то видение. Вам же там, собственно говоря, уже какие-то технические вещи надо посмотреть внутри диссертации, поэтому вы сначала со своей темой поработайте, то есть не спешите смотреть чужие диссертации. Второй момент. Не читайте подробно, да, ну, у студентов поучитесь, по диагонали посмотрели какие-то вещи, которые наиболее интересно, почитали, чтобы она вас меньше напугала. Кроме того, если вы видите, что где-то подобное что-то, вот там, я про экологию, я не про экологию, я вот этот показатель, я не этот показатель, ну, посмотрите, какие исследовательские аспекты можно добавить или наоборот, прям изменить свой. То есть это здорово, что это вы видите заранее, потому что это вам не на защите задали такой вопрос, а вы заранее можете понять, как себя вести в этой ситуации. Ну, и опять же, да, если вы все-таки видите, что есть очень похожесть какая-то, да, меняйте данные. Что значит меняйте данные? Берите, диссертация уже защищена, может, она защищена там 5 лет назад или 3 года назад, но сейчас явно новые есть данные, новые, более новые какие-то работы, на которые можно опереться, сослаться и так далее. Берите выборку какую-то, более узкую или более широкую. Здесь там на основе, я не знаю, трех объектов рассмотрено, вы рассматриваете 10. У них там нет динамики, вы рассмотрите динамику. То есть меняйте вот этот подход, вы же видите, да, как у них, и делайте у себя по-другому. Ну, и, конечно, самый шикарный вариант, если вы используете собственные данные, то есть все-таки диссертационная работа это исследование, хотя я все время оговариваю, что она не всегда является исследованием и по требованию ВАГ, которое озвучено в положении, это не я придумала, придумала, например, кандидатская диссертация, исследованием не является, она является научно-квалификационной работой, подготовленной вот по такой-то теме. Вот это как ни странно, это так. Но если у вас есть даже в кандидатской свои данные, это, конечно, очень здорово. Как найти текст диссертации? То есть я говорила о том, что когда вы начнете любым путем искать текст автореферата, вы найдете именно текст, и он будет в открытом доступе, и он будет полным. Когда вы начнете искать текст диссертации, это не такая простая задача, потому что диссертации не везде выложены в открытом доступе, и, соответственно, надо понять, где можно поискать. Первый, казалось бы, четыре пути те же самые. Первый вариант – это сделать поисковый запрос. Если вы знаете конкретную тему или автора, вы вобьете, у вас найдется, скорее всего, эта диссертация, то есть первые, по крайней мере, ссылки, которые будут, это на те сервисы, которые, я уж, честно говоря, не знаю, как они с точки зрения авторских прав действуют. Вот мне, например, от одного из таких сервисов даже поступало письмо, что типа «вот, разрешите, мы там какие-то деньги вам будем». То есть я как-то проигнорировала, честно говоря, их, но уверена, что там диссертация моя продается без всяких проблем. Эти сервисы, они платные. То есть они автореферат выкладывают и бесплатно, для того, чтобы вы посмотрели. Какой-то, например, там фрагмент диссертации, допустим, введения или, может быть, первые там оглавления, то есть первые странички какие-то, они открытые, а все остальное это приобретается. Поэтому этот вариант не очень хороший, потому что он платный, и мы вообще не знаем там, все правильно, не все это работа, там не эта работа. В общем, для меня эти сервисы загадкой являются. Второй вариант – это опять пойти на сайт вуза или научной организации, где проходила защита, или где вы собираетесь защищаться и посмотреть текст диссертации. На сайте, на страничках, правильно сказать, диссертационных советах все эти материалы, они находятся в свободном доступе. Открытые, полнотекстовые доступы. Но здесь в чем как бы ограничения есть? Там находятся свежие диссертации, то есть чаще всего там находятся диссертации, которые или еще не защищены, совсем они только выставлены и ждут своего срока защиты эти авторы, либо диссертации, которые защищались относительно недавно. То есть, допустим, найти диссертацию там какого-нибудь 12-10 года вот на этих сайтах не удастся. Татьяна Ивановна, может быть, это... Нет, безусловно, это нарушение авторских прав, но если эти сайты в таком многообразии существуют, значит, видимо, ни собственников этих сайтов, ни, собственно говоря, тех, кто покупает эти работы, особо этот вопрос не тревожит. Видимо, никто этим не занимается. Хотя, конечно, наверное, для автора это как-то не очень приятно. Хотя я вот, честно говоря, как автор не особо задумываюсь на эту тему. Ну, купили люди, ну, прочитали. Наверное, им это интересно. Ну, слава богу. Что касается... Наверное, наверное, никто не подавал. Значит, что касается сайта ВАГ. На сайте ВАГ удобно искать, можно. Самое главное, что там есть фильтры. И то есть отбор там можно вести более осознанно. Не по принципу, что нашлось, то и хорошо. А я могу искать то, что мне нужно. Фильтров там много, зайдете на сайт, посмотрите, все там понятно, достаточно, да. Но на самом сайте, на этом ВАГовском, нет этой информации. Там есть ссылки все равно на страничку организации. Поэтому если организация как-то скрыла эту диссертацию или там убрала ее по каким-то причинам, бывают такие причины, официальные причины, да, то, конечно, такую диссертацию найти не удастся. Даже с сайта ВАГ. Например, если вы сильно старые диссертации захотите посмотреть, вот я экспериментировала перед нашей встречей, хотела посмотреть старые диссертации. Там авторефераты и то не на всех есть, а диссертации там тоже нет. В этом смысле самый полный вариант всех диссертаций, он, конечно, представлен на сайте Российской государственной библиотеки. Но здесь тоже есть своя особенность. Несмотря на то, что там есть большой плюс в том, что их можно сортировать по теме, по своей теме, там можно вводить ключевые слова, чего нельзя делать на сайте ВАГ, например, да, но зато там будут просто диссертат, как бы не будет полного текста. Полный текст доступен с самой библиотеки, да, или при определенных ограничениях могут быть доступны по каким-то там у них разрешениям. Да, ну сейчас, по крайней мере, я не могу посмотреть эти тексты, так и написано, что они защищены авторскими правами и не могут быть открытыми. Вот примерно то, о чем я сегодня хотела с вами поговорить. Напишите мне, пожалуйста, дайте обратную связь, стало ли более понятно, ясно зачем и как. Полный текст за покупку доступа было 5000 рублей. А, ну вот, да, вот видите, Ольга Николаевна нас просветила на РГБ, да, ну, то есть там дороже, чем у этих посредников, собственно говоря. Если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, задайте. Если стало понятнее, вы мне какой-то знак поставьте, для того, чтобы я понимала, что прояснение случилось, и что мы не зря сегодня встретились, да. А я буквально в двух словах хочу рассказать о том курсе, который анонсировал Павел Юрьевич в самом начале. И, собственно говоря, курс этот позволит еще больше разобраться во всех тонкостях, которые предстоят для тех, кто готовит диссертацию, будь то кандидатскую или докторскую. Курс называется «Технология подготовки успешной диссертации». И потому что мы рассматриваем технологию, да, то есть как это сделать, как это сделать на каждом этапе, на каждом шаге, какие-то фишки, какие-то особенности, приемы, которые можно использовать. Поэтому применим он абсолютно к любой специальности, потому что уже существенностное наполнение будет ваше, а вот, собственно говоря, какие-то технические вещи, они достаточно общеупотребительны. Что касается тем курса, то в курсе несколько тем. Первые представлены на слайде. рассмотрим весь путь, который предстоит посмотреть, пройти. И для аспиранта, и для докторанта все будет ясно, и в том числе и по длительностям, и по особенностям, и так далее. Что касается подготовки диссертации, как многоаспектный процесс, то есть люди, некоторые считают, что подготовить диссертацию, это написать только саму диссертацию, это не совсем так, мягко говоря, не совсем так. И поэтому вот эта тема рассказывает о во всех видах деятельности, которые нужно одновременно или в определенной последовательности осуществлять, для того, чтобы диссертация была именно успешной, то есть чтобы вы ее ярко защитили и получили желаемую степень. В третьей теме мы говорим о публикациях и о выступлениях на конференциях. То есть это вот такая тема специальная, она не про диссертацию, но про очень важную часть деятельности аспиранта и докторанта. И начиная с четвертой темы, мы рассматриваем абсолютно пошагово каждый элемент, который нам важен для написания своей диссертации, и рассматриваем то, о чем кажется, что это нереально, а оказывается это реально, и так далее. То есть вот эти вещи мы рассматриваем. И вот завершающие четыре темы, представленные на этом слайде, что здесь. В теме пять мы говорим о том, как работать с литературой, с цифровым материалом, как это вообще искать, где возможна оптимизация, как это грамотно выстроить, потому что наша особенность работы с литературой состоит в том, что мы ей будем пользоваться очень много времени, и поэтому ее нужно правильно обработать, для того, чтобы вы там на протяжении года, если кто-то пишет докторскую, так и нескольких лет, да и кандидатскую, может быть, за год, не каждый напишет, да, чтобы вы могли к этой литературе возвращаться, и она вас не задавила своей массой. Тема шесть посвящена полностью подготовке диссертации, в чем там особенности, какие технологии есть, как под себя подобрать, то, как ее стоит писать, потому что разные подходы к подготовке диссертации есть, то есть вот технические моменты и требования, и чисто технические вещи здесь мы проговариваем в полном объеме. Тема семь полностью посвящена автореферату, почему это такой особенный документ, он очень важен, он наиболее джечитаем, чем диссертация, поэтому здесь мы о нем говорим, да, и тема восемь посвящена абсолютно всем процедурным моментам, которые вы пройдете по пути к защите и даже после нее, да, то есть, как говорится, в день икс, в день защиты жизни заканчивается, а только начинается, и вот после защиты еще месяц для вас будет очень активная работа, как сделать, как сделать, как сделать, как сделать, так, чтобы вот эти этапы прошли наименее стрессовых каких-то условиях, наиболее благоприятно, как к ним начать готовиться заранее, можно это делать, нет, на каких стоит где-то экономить время или там усилия, на каких ни в коем случае нельзя никакой экономией заниматься, да, и нужно полноценно этот этап проходить, то есть вот обо всем этом мы говорим в восьмой теме. По каждой из тем на курсе, в рамках курса предусмотрены домашние задания, если вы выбираете формат активного слушателя, значит, эти задания я у вас домашние проверяю, вы от меня получаете обратную связь с комментариями, с советами и так далее. Если вы просто слушатель, то вы сами решаете, делать вам домашние задания или нет. Домашние задания нужно сделать до окончания курса, поэтому если вы там не успели от одной темы к другой что-то сделать, ничего катастрофического не происходит. Поэтому я буду очень рада, если вы присоединитесь к курсу. Курс стартует 21 мая, то есть мы встречаемся очень скоро. Мы будем общаться в закрытой группе на Фейсбуке, там можно будет обсудить вопросы, проблемы какие-то и так далее. Поэтому курс ценен не только тем, что вы можете получить материалы, к каждой теме есть какие-то методические материалы или дополнительные какие-то, какая-то литература, которая будет вам посоветована или предоставлена. Что-то мы будем искать все вместе, то есть это такое групповое взаимодействие. Если для вас курс по каким-то моментам сейчас неинтересен, или пока рано, или еще что-то, присоединяйтесь в группу, которую я веду. Это группа открытая, там я размещаю полезный материал для аспирантов и докторантов, или присоединяйтесь в соцсетях, друзья, ко мне, и там тоже можно будет какую-то информацию увидеть. Группа по диссертации есть и ВКонтакте, почему-то у меня тут эта строчка потеряна. Если кому-то это интересно, напишите мне, я этот адрес вам подскажу. Ну и все как обычно. Если сегодня остались какие-то вопросы, и вы по каким-то причинам постеснялись их задать в чате, вы можете мне написать, и я, соответственно, вам на них отвечу. Поэтому тут сняться не нужно. Я сейчас посмотрю, что у нас по вопросам. А вот, Светлана Николаевна, я ответила на ваш вопрос, что нужно до конца курса поддержка спинт, задавала вопросы тихий час. Олег Якович, это вы нам задавали вопросы, или какой поддержке вы задавали вопросы? Я уже была слушателем этого курса, рекомендую. Ольга, большое спасибо за рекомендацию. Олег Якович, вы в поддержку по курсу обращались? Ну, сейчас Павел Юрьевич ваш вопрос увидел, я надеюсь, что реакция какая-то будет. У нее в почте. Павел Юрьевич, мы возьмем это на контроль, этот вопрос, да? Так, повышение квалификации, на сколько часов планируется? Надежда Юрьевна, Павел Юрьевич этот вопрос тоже взял себе на заметку. Вообще, курс сформировался именно по объему той часовой работы, которую нужно проделать, да, по реальному объему. Но если важны 72 часа, то, соответственно, будем в этом направлении работать, да? Если это важно, пишите мне, я это учту. Ну что, друзья, я благодарю вас, что вы сегодня нашли время присоединиться. Благодарю, что вы приходите на наши встречи и приглашаю вас как на курс, для кого это актуально. Я уверена, что это будет очень полезно. Ну и на нашу встречу, которая пройдет в... Дорогие друзья, давайте поблагодарим Наталью за замечательный вебинар. По вашим вопросам, запланирована ли следующая дата, спрашивает Светлана Николаевна. Если имеется в виду следующая дата курса, то посмотрим, как будет на этом курсе. Но, в принципе, мы планируем где-то в конце осени повторить курс. Вот, вообще-то мы раздумывали, надо ли нам в мае запускать этот курс. Ну, достаточно много человек в нашем опросе высказало за то, что в мае они хотят тоже этот курс, поэтому мы его запустили. А вообще, плановый запуск этого курса планируется также еще где-то в районе, ну, октябрь, ноябрь, декабрь. Посмотрим, как пойдет. Вот, по поводу ваших вопросов, заданных нашему менеджеру, я принял к сведению. Я свяжусь с Диной, и она ответит на ваши вопросы. Ну, вот. Вот, собственно, и все. Вас я тоже благодарю за участие в нашем сегодняшнем вебинаре. Напоминаю, что вебинары Директ Академии проходят каждый рабочий день. Завтра и послезавтра тоже будут наши вебинары. Приходите, я надеюсь, вам будет интересно. Всего доброго, до новых встреч, Директор Академии.